Всем привет! Сегодня я начинаю снимать на своем канале новый формат видео. Это будут видео живые, живые влоги. И сегодня я начинаю вообще открывать эту категорию видео, эту рубрику с поездки в горячий ключ. Мы уже выехали из города и едем как раз в направлении на сам город. Что я вообще ожидаю от горячего ключа? Думаю, что это будет такой небольшой городок. Основная масса домов, которые будут в виде частного сектора. Это очень хорошая центральная улица. Насколько я знаю, там у них аллея тысячи сосен. Вроде бы так она называется. Ну, ты каким-то дорогам чего бы не ездить, да? Да, трассы, конечно, у нас здесь отличные. Их постоянно делают. Одни из лучших в стране. И сравнить, конечно, с тем, что на Урале было, когда в центре города там разбомбленная дорога. Как бы тут деньги идут куда надо. Вот. Понятное дело, что не везде это, но на таких вот больших каких-то федеральных трассах или межгородами с этим проблем нет. Одно удовольствие ехать вот по такой вот прайсе, как говорится, даже не качнет. М4 вполне себе так обустроена. Даже встречаются всякие там магазинчики, кафешки, где поспать, вот эти хостелы, туалеты, что тоже важно. Пока на конец марта дорога чистая. Но вспоминая, когда мы ехали сюда летом, то обычно все засрано. Потому что отдыхающие ездят и выбрасывают все из окон. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет потом. Вот. На лево. На лево, на лево. Это где? Это центр. Вот там дальше, да? Ну, да. Вот. На светофоре на лево или вот туда за всеми? Наверное, за всеми, да? Можно на светофоре? Вот тут надо. А если здесь нельзя, значит нет. Ну, похоже на какой-то центральный, да? А может и нет. Такая непонятная. Да, вот тут круговая. Администрация, видимо, с левой стороны где-то. А ты уверена? А вот написано, казатель. Администрация. Хотя тут есть. Улица Ленина. Ну, да. Я по карте смотрю, что да, так и есть. Куда я там написала администрация горячего ключа? Ну, пока, да, самый обычный южный город с частным сектором, как и ожидалось, да? И изредка многоэтажки. Потому что на юге все хотят в своем доме жить, правильно? Как-то в квартире сидеть, когда на улице плюс сорок, не очень, да? Это на северных городах. Основная часть живет в квартирах. Тут все совсем по-другому. Чуть-чуть мы все-таки не туда уехали. У меня карта перевернулась, поэтому я подумала, что мы в той стороне, но мы оказались не в той стороне. Поэтому сейчас мы едем в сторону городского парка. Я знаю, что там есть у них два озера и, по-моему, одно круглое. Кстати, вот, знаете, я лучше посмотрю название или не буду это говорить, чтобы случайно не давать какую-то фальшивую, неправдоподобную информацию. Кстати, вот насчет вот этих озер я знаю, что жители города выбирали какую из частей вообще благоустраивать. И они выбрали, что именно у этого озера будут обустраивать набережную. Есть у меня, в общем, значит, такая книжечка, в которую я заношу те места, которые я хочу посетить и отмечаю там как раз то, что нужно мне увидеть. Вот, насчет горячего ключа. Так, рисую себе небольшую такую карту, на которой отображаю. Примерное расположение всех достопримечательностей и отмечаю их номерами. Тут у меня уже написано было как раз расписание автобусов новое. Многие, кстати, рейсы в горячий ключ из Краснодара и в Краснодар отменили, не знаю почему. Вот. И мы вот едем как раз сейчас вот этот городской парк на озеро Круглое и Длинное. Вот так они называются. Да, посмотрим, как у них и что там, где местные жители проводят свое время. Поехали. О, продают турши, огурцы, какие-то помидоры. Заготовки. Заготовки? Ага. Заготовки. Так, да, конечно, я смотрю куда ехать. Пока все прямо едем. Так вот, мы доехали до парка городского. Сейчас будем здесь гулять, посмотрим, что у них как, оценим. Уже, в принципе, все очень благоустроено. Уже мне нравится. Я уже вижу какую-то скейт-площадку, много лавочек, много мусорок. Это очень важно, чтобы ничего не захламлялось. Вот. Будем спокойно гулять. Вот так вот. Погода вроде становится теплее. Вот так вот. Вот как раз на детской площадке уже и дети катаются. Тем, кто здесь живет или будет жить, я думаю, будет замечательно. под окнами, собственно, дети идут гулять. Я как понимаю, по форме озера, вот оно, вот это вот, как раз круглое. Люди здесь бегают, спортом занимаются. И считайте, сейчас раннее утро. Ну, прозрачная вода. Это не Кубань, которая такого мутно-зеленого цвета. Уточка одиноко плавает. Знаете, аж захотелось нырнуть в это озеро. Вот. Жду, не дождусь, кстати, открытия пляжного сезона, чтобы можно было поплавать, поснимать под водой. Ну, вообщем, планы у меня большие на лето. А вот, ни одна уточка еще плывут. Утка и сельзин. Классненько, хорошая погодка, хороший денек. Когда солнечно, то настроение в два раза лучше. И как раз такая будка, чтобы как раз... Ну, спасательная, да, скорее всего? Нет? Нет, скорее всего, да. А, вот и спуск в воду оборудованный. Значит, купаются. Пойдем глянем нам. Потому что, с той стороны, я говорю, если знака нету, ну, всегда должен знак быть. Типа, что купаться нельзя. Ну, если тут спуск есть, то это уже стопроцентно. Я почему-то думала, что вот у нас, ну, тоже уже все зацвело уже. Но почему-то я думала, что будет как-то пышнее все улицы. А они, получается, как-то неравномерно все расцвело. Все-таки есть кабинки, есть, значит, для переодевания все располагает. Вот те самые кабинки для переодевания. Ну-ка посмотрим, как и что там у нас оборудовано. Ведерко какое-то. Даже крючки есть. Ну, здорово, в общем. Продумано все. Я вот таки не знаю, но это не яблоня, что это? Это какой-то орех. Запах такой. Ой, запах, знаешь, напоминает мне... Как в Соликамске летом начинает свистеть у нас черемуха. Вот запах точно такой. Но это не черемуха, наверное, да? Я вообще не знаю. Блин. Ой, ну запах просто вообще. Ну, здорово. Главное, чтоб я нос не измарала в пыльце. То помню, как-то подошла я к дереву, начала нюхать, а потом полдня ходила с пыльцой на всем лице. Ой. Тут какая-то кафешка, не знаю, что это. Ресторанчик какой-то, наверное. Он сейчас не работает. Селезни плавают. Что там? Индюк какой-то. Ты тут что-ли живешь? Ты живешь тут? Ты кто? Ты... Это... Ты кто вообще? Это кто? Ааа, это твой домик! Ааа, это твой домик! Блин, как классно! Я сразу вспоминаю эти курорты приморские, когда вечером играет везде музыка, люди так парочками гуляют по набережной вдоль вот таких как раз ресторанчиков. Но я так понимаю, памятник какого-то Пойсейдон какой-то, а может и нет. Короче, какой-то греческий чувак. Ну, видимо, сейчас все закрыто, а может быть и лето не открыто. Ива наклонилась, склонила свои ветви. Блин, чувачок! Ты кто вообще? Я в вас не разбираюсь. Ты кто? Скажет, что ты, тетка, за мной ходишь? Что ты ходишь, а? Так. Ой, так ты еще и летаешь, и плаваешь. Ну, каково тебе? Классенько? Классенько? Ух ты! Классенько! 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 Ну, я каково тебе там? Так! Слава Руси, понимаете? Я думаю, к лету тут не берутся. Катя супер, Катя класс, кто не верит тому в глаз. Люблю вот такие спокойные места, когда еще народу никого нет. Где? А там, наверное, просто объявление. Ну, сейчас подойдем, да. Парк имени... Чего? 20... Какое там число? 30-летие? Победа? Это как-то глупо было. Это что, из чего они сделаны? Не знаю. Покрашены чем-то, а вот из чего, не знаю. Ну, я видела. Ну, я видела. Самая настоящая весна. А вот это, кстати, озеро уже длинное. Оно уже по форме другое. Да. Какой? А-а-а. А то я посмотрела, а что-то как-то внимания не придала этому. Это кто на воде, да? Да. Ой, не дотягивайся, но запах тот же. Ну, да. А-а-а. Ну, да. Тут такое уже заросшее озерко. И похоже на цвет Кубани. То было получше. Ну, вот здесь все будет ухожено более. Я более чем уверена. Да, вот эту территорию будут облагораживать. Как же уточки тут? Ну, хорошо тут. Ну, вот, знаете, не смотрела, сколько здесь населения живет. Даже как-то интересно. В детстве тоже ездили в соседний город. Катались на аттракционах. Соседние Березняки. Колесо у нас там побольше. Аттракционов также. В два раза больше. Ну, и город. Я маленький. Думаю, для своих размеров, в горячем ключе, все, что тут есть, в принципе, неплохо. Ну, и, в принципе, вот эта часть парка и закончилась. А вы тоже всегда боялись, когда оказывались на самой верхушке аттракциона? Вот так вот. Мне нравится здесь. Уютно как-то. И все эти аттракционы, они какое-то советское время не напоминают. Да, небольшое совсем оно. А. 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 Субтитры делал DimaTorzok Посмотрели и проголодались, решили приехать к речке Псикупс и пообедать здесь Мы взяли с собой спальный мешок, на который мы присядем и устроим себе маленький пикничок Вода, кстати, такого цвета интересного Здесь, может быть, и не так видно, но мы были немножко в другом месте, где она глубже И она прямо такого голубого красивого цвета Там идет вдалеке трасса, а мы вот здесь остановились Вот как раз папа перегнал машину Вот так вот тут устроимся Мама пока раскладывает все Так, я хотела папе дать одну штучку, чтобы он, наверное, как-то... Ну, возьмите, как удобнее Это все, что ты взяли? Ну, да Так, Сюш, давай тебе, знаешь, ты же кого папе хотела взять Нет, ты говорила, вот тебе дают это Ну, все, хорошо Приятного аппетита Всем Спасибо Перекусили мы? Перекусили мы, лежу Если захотите, можно и в столовую где-то зайти Да нет, в столовую Ой, наконец-то немножко вытянулось Сидеть и ходить как-то устает организм Хорошо, что взяли с собой спальник Кстати, почва здесь везде Очень сырая Видимо, постоянные дожди идут И из-за этого она не успевает высыхать У нас так она постоянно сухая Вот Сейчас Немножко еще отдохнем И пойдем На В целебный парк Он так называется А вот этот желтый такизил, что ли, светит? Вот это вот Он пахнет как-то, нет? Нет, не пахнет У нас краснодарь, ну, не такой густой Тут прям густой Пискает только тут У меня